В начале октября отмечают Всемирный день уролога. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением и диагностикой заболеваний органов мочевыводящей системы. В городском округе Люберцы на базе Московского областного центра охраны материнства и детства находится единственное в Подмосковье детское уроандрологическое отделение. Его возглавляет Андрей Суходульский. Недавно детский врач получил благодарность президента России. Чем отличился герой в белом халате, расскажет наш корреспондент. Сейчас у нас в операционной 10-летний мальчик, который к нам попал довольно-таки поздно, что нас немного расстраивает. Заболевание уже в такой относительно запущенной стадии. У ребенка сложный порог развития, подковообразная почка. Операция предстоит сложной и трудоемкой. Почки ребенка сращены между собой нижними полюсами. Устранять врожденный порог врачи будут с помощью лапароскопии. Хирургическое вмешательство минимальное, но работа колоссальная. Мы истекаем сложный участок мочеточника и заново накладываем, сшиваем лаканку с мочеточником, улучшая отток мочи из почки в мочевой пузырь. Мама пациента Мария Зеленцова в это время находится в палате. Читает молитву и переживает. Но в целом, признается женщина, душа спокойна. Ребенок в надежных руках. Зная то, что делает операцию Андрей Андреевич, чувствую себя как-то увереннее. Великолепный врач, внимательный, все очень хорошо объясняет. К детям относятся просто профессионально, с добротой. А Татьяна Мальцева в соседней палате уже прошла этот этап. Сегодня пятый день после операции ее полуторагодовалого сына. В Люберце маленький Миша приехал лечиться из подмосковного Пушкина. Очень довольна, что поправляю Андрею Андреевичу. Большое ему спасибо. Операция прошла хорошо. Уже ребенок активный. Идем на поправку. И таких благодарных пациентов у Андрея Суходольского тысячи. Ведь он возглавляет единственное в Подмосковье детское урандрологическое отделение. За помощью сюда приезжают маленькие пациенты не только со всего столичного региона, но и из разных уголков России. Из всех пороков развития, которые бывают у человека, более трети приходится на пороки развития мочеполовой системы. Поэтому потребность очень колоссальная. И получается отделение всегда полное. Мы делаем очень много операций. Именно поэтому важно, чтобы работа отделения не останавливалась ни на день. Во время пандемии коронавируса прием пациентов здесь не прекращался. Более того, Андрей Суходольский со своей командой выезжал в ковидные госпитали. Лечил детей с коронавирусной инфекцией, у которых было обострение заболеваний мочеполовой системы. У нас была тесная взаимосвязь с другими городами, с другими больницами Московской области. И дети с патологией мочевой и половой систем получали хорошую квалифицированную помощь на протяжении всего этого времени. Пока продолжалась, ну и до сих пор продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Высокий профессионализм Андрея Суходольского отметили на втором съезде детских врачей Московской области. Губернатор столичного региона Андрей Воробьев вручил детскому урологу благодарность от президента Российской Федерации. Андрей Андреевич возглавил работу по оперативному распределению пациентов отделения в перепрофилированные учреждения Подмосковья. Это заслуга всего коллектива, уверяет детский врач. Ведь без помощи коллег невозможно добиться успеха и получить самую высокую награду здоровых и счастливых пациентов. Приятно смотреть на радостных детишек, которых мы выписываем. Действительно ради этого стоит жить и этим стоит заниматься.